Кому здесь заплатить, чтобы получить чашку чая и шоколадное печенье? Это вопрос премьер-министра Дэвида на очень важном совещании в моем любимом новогоднем фильме «Реальная любовь». В рамках проекта «Вкусно, празднично, как в кино» от Ашан и Едим Дома мы с вами приготовим то самое шоколадное печенье с глазурью. Для приготовления нам понадобятся яйца, шоколад, сливочное масло, также мука, сахар и разрыхлитель. Продукты заказали с командой в Ашан пару часов назад. Все уже привезли. Красота! Особенно это актуально в преддверии Нового года. Там вы можете заказать не только продукты на украшения для дома, елки и все, что актуально для Нового года и праздника. Первым действием мы с вами приготовим водяную баню, чтобы растопить шоколад с сливочным маслом. Для этого поставим миску, возьмем шоколад и покрошим его в саму миску небольшими кусочками. Почему небольшими кусочками? Чтобы он равноверно и одновременно плавился. Кстати, очень вкусный шоколад и к тому же без сахара. Добавляем в тесто 20 граммов масла и у нас на тесто уходят две плитки шоколада и еще половинка на крошку. Остальное мы оставим на глазу. Перемешиваем хорошо шоколад с маслом и затем слегка остужаем эту массу. Перемешали вот таким образом шоколад с маслом, получилась однородная глянцевая масса. Отставляем отстывать все. Далее мы взобьем в миске яйца вместе с сахаром. Взбиваем яйца с сахаром в однородную массу. Обязательно дождитесь, чтобы шоколад в миске стал нормальным и приятным для руки по своей теплости, чтобы он остыл. Если вы введете все это в яичную массу, то яйца свернутся. Итак, тесто практически готово. Шоколад с маслом остывает и мы с вами половинку шоколадки порежем такой крупной-крупной крошкой, чтобы печенье заиграло такими более яркими вкусами стало интереснее. Половину шоколадки мы оставляем для глазури. Такая крошка шоколада произвольной формы. Вот такая, чтобы она чувствовалась, ощущалась и давала печенье дополнительную текстуру. Порционно небольшими частями его волью, чтобы не было у яиц термического шока и они не заварились. Вот так замешиваем. Ну и все, тесто уже стало другой температуры, более теплым. И можно добавлять весь шоколад. В общем, добавили весь шоколад с маслом. Перемешиваем хорошо массу. Наше тесто практически готово. Всыпаем самое вкусное. Шоколадную крошку. Подготовим, расстелим пергамент на жароупорный противень. Можно взять железный, можно взять стеклянный, любой какой у вас есть. На самом деле такое печенье можно отпечь в силиконовой форме и из этого рецепта получится еще и классный брауни. Но печенье все же я советую вам приготовить, попробовать, потому что этот рецепт останется навсегда в вашем сердце. Обязательно оставляйте расстояние между печеньками, потому что они будут подниматься, расширяться, и чтобы они не слиплись, и вы их легко потом достали с противня, имейте это в виду. Выкладываю по одной столовой ложке, чтобы печенье равномерно и одновременно было все готово, чтобы оно равномерно пропеклось. Если данное тесто убрать в холодильник, то оно станет более плотным за счет шоколада и сливочного масла. И можно будет сформировать, сделать такие более кругленькие печеньки, придать им какую-то текстуру, вилочкой примять или выложить их через формовочное кольцо, например. Итак, убираем печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут. Готовим глазурь. Для этого также нам нужно сделать водяную баню, поставить миску, ломаем оставшийся шоколад, половинку плитки. Буквально столовая ложка сливочного масла, не полная, без горки. Прогреваем все это и доводим до однородной консистенции. Смешиваем шоколад со сливочным маслом на водяной бане. Это будет наша глазурь, которую мы с вами так красиво, небрежно, хаотично покроем печенье. В принципе, печенье можно и окунуть в нее, но мы сделаем с вами такой красивый, полосочками, нарядную глазурь. Итак, глазурь готова. Сейчас мы приступим с вами к самому интересному процессу, к украшению. 12 минут прошло, а значит печенье готово. Достаем его из духовки. Даем печенью слегка остыть, чтобы глазурь не потекла. Аромат стоит просто невероятный. На самом деле здесь можно привлечь всех друзей, которые пришли к вам на праздник или на новогодние каникулы, чтобы они вместе украшали печенье. Это, наверное, мой любимый приятный творческий процесс украшать и собирать блюда перед тем, как их пробовать. Такое печенье у нас получилось. Ставьте лайк и делитесь рецептом с друзьями. Ну а мы вместе с командой «Едим дома» и «Ашан» поздравляем вас с наступающим Новым годом! Субтитры делал DimaTorzok